Эксклюзивный выпуск культовой программы «Модель для сборки». Специально для Samsung Fan Club. www.samsungmobile.ru Продолжение следует... Майк Гелприн. По наследству. Город лучше всего возвращаться на рассвете, до того, как просыпается молочница. Причин тому множество. Начать с того, что спит молочница не сама по себе, а со стражником. Стражник – страшный болтун. Поэтому, если он на ногах, то не успеешь до дворца добраться, а уже каждая собака будет знать, что вернулся принц-бастард, и значит ждать заговора, а возможные попытки переворота. Собака в городе всего одна. Говорят, что каждая она именно поэтому. Кроме того, в лучах восходящего солнца прекрасно смотрится, украшающая городскую стену, надпись «Король Старглуппохинах». Надпись намалевала художница, когда бежала из города, спасаясь от королевских домогательств. За ней по пятам гнались стражник и каждая собака, поэтому художница очень спешила, спускаясь по веревке с городской стены, и надпись сделала наскорую руку, безбожно сократив содержание. Мне очень нравится надпись, она прекрасно иллюстрирует мое отношение к тому факту, что король – старый глупец, похабник и нахалюга. Городские ворота стражник перед тем, как заснуть с молочницей, запер. Так что для того, чтобы попасть в город, мне пришлось воспользоваться той самой веревкой, по которой спускалась беглая художница. Веревка так и висела вдоль стены. Король велел ее не снимать, в укор нерасторопному стражнику. Спора перебирая конечностями, я добрался до надписи. Извлек из кармана заранее припасенный тюбик с краской, и выправил пунктуацию, пририсовав запятую после «глуп» и точку после «нахалюга». Добраться до дворца незамеченным, однако, не удалось. У дома ростовщика я едва не налетел на взломщика, только что выбравшегося из подвала с туго набитым мешком за плечами. Я страшно обрадовался. Со взломщиком мы дружили с детства, он всегда был порядочным человеком и крайне щепетильным. «Дружище!» – громко воскликнул я. «Ты просто не представляешь, как я рад тебя видеть!» «Тише, тише!» – пожимая мне руку, опасливо заозирался взломщик. «Деревен, сейчас каждую собаку разбудишь, сучью дочь! Вечно она натирается там, где люди работают!» «Прости, ошалел немного, повинился я. Полтора года на чужбине, вот и обрадовался, встретив старого друга». «Да, долгонька тебя не было!» – расслабился взломщик и сбросил мешок на землю. «Тяжелый гнида!» – сказал он, пнув мешок ногой. «Немало накопил старый кровопийцем». «Ну, Баст, сегодня вечером гульнем в притоне старой ведьмы. Мою удачу воровскую отметим и твое возвращение. Придешь?» «Разумеется, куда я денусь», – ответил я. «Ну, а вообще, что здесь происходит?» «Налоги опять подняли», – принялся жаловаться взломщик. «Разориться можно с таких налогов. Украл, плати, ограбил, третью часть отдай, как с куста. Смошенничал, опять-таки, гони монету, и цены на табак выросли». Впрочем, ненамного или, как бы сказал прогрессор, некритично. «Как он?» – участливо осведомился я. «Прогрессора я очень уважаю, хотя и странный он человек. И откуда у нас взялся, неизвестно. Сам прогрессор говорит, что спустился со звезд, но наряду с тем, что он еще говорит, – это сущие пустяки. А говорит он такие вещи, что даже алхимик ни черта не понимает, на что человек ученый. И не только говорит, но и делает. Взять хотя бы золотые дублоны, которых у прогрессора, что у каждой собаки, блох. Вот откуда у него эти дублоны – непонятно. Может, действительно родня со звезд присылает? Алхимик тут вообще считает, что от дьявола, дьявольской чистоты, говорит золотишко, философским камнем такое ни в жизни сотворишь. Я еще немного потрепался со взломщиком, заверил, что непременно буду вечером в притоне и отправился во дворец. Просочиться незамеченным в свою коморку в восточном флигеле тоже не получилось. Из коридора, ведущего в опочивальне королевской свиты, на меня выплыла кабанья туша первого министра, который всегда пробуждался с петухами. Петухов первый министр выписал из провинции. Их было двое. Оба вечно недовольные, жеманные и нетрезвые. Придворные ненавидели их ничуть не меньше, чем самого министра, и пользовались взаимностью. Его величеству неоднократно собирался сместить первого министра за неестественные наклонности и гнусный нрав, но всякий раз запутывался в сплетенных им интригах и вместо виселицы награждал орденом, а то и двумя сразу впрок. «Вернуться изволили, бастард!» елейным голосом осведомился первый министр. «Принц!» – бастард уточнил я. «Впредь потрудитесь именовать полным титулом, вам понятно?» «Разумеется, простите. Надеюсь, заморская наука пошла впрок вашему высочеству, и начиная с сегодняшнего дня мы сможем плодотворно сотрудничать». «Сможем, сможем!» – буркнул я, и, оставив премьера в Рьегарде, отправился к себе. Настроение упало, как сказал бы прогрессор, до абсолютного нуля. Тяжкая все же у принцев-бастардов доля – лести заговоры и подготавливать обреченные на провал дворцовые перевороты в союзе со всяким дерьмом. Процедура утреннего королевского приема ничем за полтора года не изменилась, если не считать, что его величество сменил фаворитку. Впрочем, королям положено распутничать и менять фавориток, так что все осталось в порядке вещей. Новая фаворитка делала авансы придворным не хуже старой. Барон с молодым баронетом по традиции обсуждали несомненные достоинства ее задницы. Маркизский дал косые взгляды за корсет, и лишь престарелый герцог, давным-давно к женщинам охладевшей, заискивал, как обычно, перед первым министром. «А где же граф?» – брезгливо осведомился его величество. «Почему я опять не вижу графа, господа?» «Графа нет вторые сутки. Он, небось, у проститутки», – объяснил поэт. Ему вяло поаплодировали. Стихи поэт по приказу короля сочинял исключительно на фривольные темы. «А это что за продувная рожа?» – подозрительно уставившись на меня, вновь проявил любознательность король. «Принц-бастард вернулся, ваше величество», – громким шепотом подсказал первый министр. «Бастард! Бастард!» – наморщив лоб, забубнил король. «От кого же этот бастард, а? Забыл, будь все проклято. От прачки, может быть? Нет, но, пожалуй, не от нее. От поварихи? Тоже нет. Она оказалась отравительница, и мы ее вздернули. Значит, по всему, видать, от костелянши, или...» «Толь от фрейлины придворной, то ли от шлюхи подзаборной», – подсказал Винценос Цупоэт. «Мя подбросили, ваше величество», – напомнил я. «Так что мать неизвестна, а факт вашего отцовства лекарю удалось установить непреложно». «Шарлатан!» – высказал августейшее мнение о лекаре король. «Непреложно он способен установить лишь факт смерти, и то лишь после того, как покойника уже закопали». «Ладно, ладно, вернулся так вернулся. Что теперь поделаешь?» «И когда намерен начать злоумышлять против меня?» «Не хотелось бы с этим торопиться, ваше величество», – потупился я. «Только сегодня ведь прибыл, еще не огляделся». «А ты поторопись!» – рявкнул король. «Не хотелось ему, видители!» «Чем раньше начнешь, тем раньше мы тебя поймаем и повесим!» «И слава богу, кому охота терпеть тут твою рожу!» В притоне старой ведьмы также ничего не изменилось. Разве что сама ведьма постарела на год, и я прикинул, что ей, должно быть, уже столкнуло восемнадцать. Как и положено ведьмам, это была хороша. С длиннющей черной косой, лукавой ямочкой на подбородке и чертовинкой в шалых слегка раскосых глазах. «Баст!» – бросилась мне на шею ведьма. «Ой, да чего же я рада! Скучала без тебя, поверишь ли?» «Нет, я и черту скучала!» Я чмокнул ведьму в тугую бархатную щечку, дружески хлопнул по упругой попке, не читав авариткиному толстомясому желе, и двинулся в дальний угол, где, как обычно, сидели наши. Взломщик гулял. Чарки с ведьминами зельями непрерывно поступали на стол, снорвисто осушались и исчезали, сменяясь новыми. Гарсон неустанно рысил между столом и распахнутым погребным люком. Мое появление встретили дружным ревом. «Кинан явился, Монопарт! Трезвый в жопу принц-бастард!» – перекрывая рев, крикнул поэт. Я пожал ему руку, по очереди обнялся с алхимиком и взломщиком, потрепал по плечу прогрессора и смачно расцеловался с проституткой. Затем махнул штрафную, за ней разгонную, занюхал кружевным камзольным манжетом и, наконец, уселся на свободное место между поэтом и алхимиком. Прерванное моим появлением веселье продолжилось, и через час все, как сказал бы прогрессор, дошли до кондиции, кроме него самого. Как обычно, ведьму позвали, уговорили присоединиться, усадили мне на колени и завели разговор на завсегдашнюю тему. «Лет пять у меня еще есть», – оптимистично рассуждал взломщик. «Пока сынок подрастет до ремеслу выучится, а то и шесть. Да и потом в королевской тюрьме тоже лед живет, вот папеньку моего взять хотя бы. А подфартит, если сбегу, он как художница». «Я карты вчера раскинула», – сказала ведьма. «Выпало, что и на самом деле сбежишь. Правда, в прошлый раз выпало, что не сбежишь. А тебя, – обернулась она к алхимику, – опять вышло, что сожгут. Второй раз подряд. «Однако тенденция», – подал голос прогрессор. «Два раза подряд – это уже критично». «Никогда этого прогрессора не поймешь, шутит он или всерьез говорит. И о чем говорит тоже не всегда. Нет, он, конечно, славный старик, да и товарищ хороший, но иногда такое понесет, что сам, наверное, не понимает, что по чудачеству своему сказану». «А на меня кидала карту?» – спросил я ведьму. «Сколько мне осталось?» Покраснела ведьма, голову опустила, прижалась ко мне и сказала. «Кидала, Баста. Я на всех кидала. Только на него не стала». Кивнула она на прогрессора. «Про него карты вообще ничего не показывают. Хоть сто раз их раскидывай. Нехорошо вышло, Баст. Очень скверно тебе выпало». «Что, хуже, чем мне?» – ахнула проститутка. «Хуже кивнула ведьма». «Ты еще когда от дурной болезни помрешь?» «Как же тогда?» – возмутилась проститутка. «Скоро чужой странец меня и наградит, я чувствую. Он, давеча граф, говорил, что уже едет к нам с визитом, принц заморский с носом провалившимся». «Он, возможно, попросту курнос», – возразила ведьма. «Так что не горюй, подружка. Ты еще долго жить будешь, даже поэта переживешь. А его еще не скоро за крамолу вздернут». «Все одно нам подыхать. Выпьем, что ли, вашу мать?» – предложил поэт. «Так что же все-таки мне карты показали?» – спросил я, простав очередную чарку. «Плохо показали, Баст». Уныло ответила ведьма и еще крепче ко мне прижалась. «Три раза на тебя кидала. По всему выходит, что до весны не дотянешь, не сносишь головы, срубит ее палач». «Что ж», – сказал я, – «от судьбы не уйдешь». «Тот ты его в густейшие седьмя торопил. На рожу мою, дескать, смотреть ему противно». «А самому тебе не противно?» – неожиданно вступил прогрессор. «Вам всем не противно? Одного за крамолу повесят, второго сожгут, третьего в каменном мешке сгноят, четвертую лекарь с надобьями замучает. Как вы живете здесь? Как вообще можно жить, зная, что тебе завтрак конец?» «Казнят, уморят или пожизненно упрячут в тюрьму». «Опять-то за свое», – досадливо сказал взломщик. «Откуда ты такой взялся?» «Во-первых, не завтра», – принялся он загибать пальцы. «Во-вторых, так испокон веков было. Бор должен сидеть в тюрьме, я не слыхал. Поэту положено висеть за вольном мыслие, алхимику гореть заживо, отстаивая свою ересь, принцу-бастарду злоумышлять на короля, плести заговоры, быть пойманным и казненным. «В-третьих, по-другому и быть не может. Кузнецу положено ковать, он кует. Стражнику охранять, охраняет. Бедне положено гадать и варить зелье, прачки стирать и гладить, графу и барону бездельничать, королю развратничать. Карликовый, уродливый мир!» Вновь понес обычную тарабарщину прогрессор. «Свобода воли изъявлений отсутствует, свобода выбора тоже. Дерзание, честолюбие, гражданская оппозиция. Где это все? Застывший, закосневший в примитиве мир. Монохромный. Конкуренции нет, борьбы тоже нет, а если есть, то карикатурные. У вас даже имен нет, да и профессии нет, одни свойства. Слопщики, бастарды, проститутки. Свойства, передающиеся по наследству. Независимы от желания, наследников, а скорее от их нежелания. «Вот ты!» Прогрессор повернулся к проститутке. «Неужели ты хочешь, чтобы твои дочери стали шлюхами? А они сами? Они хотят стать шлюхами, а?» «При чем здесь это?» Пожала плечами проститутка. «Хотят, не хотят. Когда я помру от дурной болезни, старший займет мое место. Будет всем давать, пока сама не помрет от дурной болезни. А младший пойдет искать другой город, где нет своей проститутки. И там тоже будет всем давать». «Загумном насиновали, две девицы всем давали», подтвердил поэт. «И жнецу, и кузнецу, и министру подлецу». «Всем давали», задумчиво повторил прогрессор. И замолчал. Он поднялся, пожал узкими плечами. Сейчас было особенно заметно, что человек он не первая молодость. Сутулый, невзрачный, неуклюжий. «Я часто думаю, что я здесь делаю?» заговорил прогрессор. «Ты зачем?» «Действительно, что ты здесь делаешь?» спросил я. «Может, объяснишь?» «Ты не раз это говорил, только никто ничего не понял. Уж прости». Вот взял бы и растолковал. Простыми словами. «Тебе ведь еще до весны отхватит голову, не так ли?» вместо ответа спросил прогрессор. «Неизвестно», сказал я. «Возможно, меня повесят, его величество сам не свой довеселец. Или отравят, а может быть, заколют где-нибудь в коридоре за портьерой. С принцами-бастардами всякое бывало». Прогрессор неожиданно рассмеялся. Потом внезапно оборвал смех, будто ему неожиданно глотку заткнули, и по обыкновению потряс уродливым тусклым браслетом, который, не снимая, носил на левом запястье. Круглый дымчатый камень на браслете только добавлял нелепости и в без того несуразное украшение. «Хотел бы я знать, что здесь для того, чтобы тебя не повесили», проговорил прогрессор. «И не прибили где-нибудь за портьерой. Хотел бы, да, но не могу. Я здесь для того, дружище, чтобы другие люди видели, как тебе рубят башку или намыливают тебе веревку. Вот через этот телепередатчик видели». Кивнув на браслет, вновь перешел он на обычную билиберду. «Проклятые невмешательства! Демократические методы, гуманизм, торжество разума, а люди смотрят ежедневно по трем каналам, наслаждаются тем, как я здесь кривляюсь с вами, скоморошничаю. Бесконечное телешоу, девятьсот восемнадцатая серия, где герои не подозревают, что они актеры, и, уходя со сцены, умирают всерьез. Людям нравится. Они... «Каким людям?» прервал алхимик. «Со звезд?» «Именно», сказал прогрессор. «Со звезд!» «Вариантов масса!» «Потирая руки, расхаживал по моей коморке первый министр. «Претендентов на корону у нас на сегодняшний день с избытком. Наследный принц спит и видит занять место батюшки по возможности покойного. Затем граф, он, кстати, для трона идеально подходит. Развратник и распутник известный. Старый герцог тоже еще борозды не портит. Барон с дураком-баронетом готовая династия. Ну и, конечно, первый министр остановился и изучающе поглядел на меня. «Ваш покорный слуга». «Что скажете, бастард?» «Принц-бастард» машинально поправил я. «А сколько это займет разработать заговор?» «Толковый вопрос», вновь принялся расхаживать и потирать руки царедворец. «Но примитивный заговор времени не возьмет, однако спрашивается, нужен ли вам примитивный?» «Не для себя ведь, для потомков стараемся». «А что они о нас скажут, потомки?» «Да так, мелкие интриганы, неудачники скажут, заговор нормальный разработать и то не смогли». «Плевал я на потомков», сказал я. «И совершенно напрасно, бастард, совершенно напрасно, нанесуть. Значит, заговор нам нужен с позволения сказать кардинальный. Вот неплохой вариант. Ссорим графа с герцогом, наоборот напишем донос, наследному принцу шепчем, что батюшка подумывает в изгнание его сослать. Впрочем, насчет наследника неважно, его все равно придется устранить. Вы следите, ваше незаконнорожденное высочество?» «Да пропади оно», сказал я и поднялся. «Голова от вас растрещалась. Идите, составайте свои планы, я подпишу. Все, а то пропадать». «Вот это мне по душе, мой мальчик», обрадовался государственный муж. «Горжусь, горжусь вами, да. Прекрасное здравомыслие вы проявили, просто замечательное». Отвальную я, разумеется, справлял в притоне старой ведьмы. «Да и несли уже», сообщил я собравшимся и уселся на свое место за столом в дальнем углу. «А королевский суд короткий, так что пара деньков, считай, всего и осталось». «Эй, горсон, зелью на всех, угощаю! На пропой души, последний раз гуляю!» «Значит так», деловито сказал прогрессор и притянул мне пузатый холщовый мешок. «Держи, баст, здесь пятьсот дублонов. Мы сейчас пить не станем, а выйдем отсюда, и чтобы через полчаса духу твоего в городе не было, ты понял?» И ее кивнул прогрессор на заплаканную ведьму, «Чтоб вас обоих здесь через полчаса не было, ясно?» «Чудак ты!» после длительной паузы произнес алхимик. «Сам не ведаешь, что говоришь. Куда баст отсюда денется?» «Не знаю куда. В другой город, и девчонку пускай собирает. С деньгами устроится, а закончится я еще пришлю». «Ни черта-то ты не понимаешь», укоризненно сказал взломщик. «Я мог бы удрать, алхимик мог бы, поэт. Я сесть в другом месте. А принц-бастард не может. Нету такого города, где нужен незаконнорожденный принц. У королей своих бастардов хватает, которым положено сложить голову». «Бред! Натуральный бред!» стукнул кулаком по столу прогрессор. «А ты что, согласен запросто так сложить голову?» — обернулся он ко мне. «Вместо того, чтобы сбежать отсюда с этой девчонкой!» «Так ты ничего и не понял», — сказал я. «Некуда мне бежать. Я принц-бастард. Мне положено подохнуть здесь. На роду написано, да и не пойдет она со мной». «Я бы пошла с тобой, баст». Ведьма неслышно возникла за моей спиной, обняла за плечи и прижалась грудью. «А если взят куда-то не унимался, прогрессор, берет же эта скотина ваш министр взятки! Я точно знаю, что берет!» «Берет, конечно», — подтвердила проститутка. «Ему и положено брать, только в таких делах взятки не решают». «Не решают, значит?» «Что же, вы так и будете смотреть, как вашему другу отрубят голову?» «А что мы можем сделать?» — пожал плечами взломщик. «Никого не минует чаш сия!» «Ты мог бы это и выяснить уже!» «Дай-ка лучше выпьем, дружище!» «Да пропадите вы!» Прогрессор поднялся и потряс нелепым браслетом на левом запястье. «Олухи! Что мы можем сделать?» — передразнил он взломщика. «Нате, глядите!» — вновь понес он привычную ахинею. «Как жертвенный агнец покорно блея спешит на заклане!» «А это его друзья, вот они, все стадо!» «Тоже агнцы!» «Шарлатан, которого сожгут живьем!» «Шлюха!» «Уголовник!» «Стихотворец, рифмующий сиськи и письки!» «Ах да, еще девушка!» «Для тех, кто не видел предыдущих серий и потому не в курсе!» «Старая ведьма!» «Хпнул ногой дверь и, выбравшись наружу, с грохотом захлопнул ее за собой». «У нас с ведьмой растет маленькая ведьмочка!» «Она родилась через год после того, как погиб старый прогрессор. Его закололи во дворце при попытке покушения на короля. А больше в городе ничего не изменилось. Все так же ждет по пашенной смерти наследный принц. Все так же спит с молочницей стражник и брешет на прохожих шелудивая каждая собака. По-прежнему обносит богачей взломщик, слагает пошлые стишки поэт и ищет философский камень-алхимик. Заморский принц оказался действительно курносом, и проститутка получила отсрочку. Так мы все и собираемся на прежнем месте, в притоне. Все наши, только без принца-бастарда. Напрасно он это сделал, в который раз говорит взломщик. Хотя, возможно, ему было положено, только мы об этом не знали. Возможно, соглашается алхимик. Очень возможно, что прогрессорам положено быть заколотыми при покушениях. А ты как считаешь прогрессор? Я тоже не знаю, что положено прогрессорам, кроме дурацкого браслета, который я ношу на левом запястье, неизвестно зачем. Браслет я унаследовал от покойного, вместе с прогрессорством, законным путем по завещанию, которое он составил накануне смерти, в тот день, когда мы в притоне справляли мою отвальную. Браслет, как положено прогрессорам, я ношу, не снимая. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Слушай новые выпуски подкаста «Модель для сборки», а также другие подкасты на сайте www.samsungmobile.ru Продолжение следует...